приветствую всех дорогие мои друзья и вот настало воскресенье и мы едем на фламарк вернее я еду на фламарк хоберт меня оставляет уезжает домой потому что у него еще карантин хоберт нас опять подцепил корону слава богу он ее пропустил через себя очень очень легко так мы сегодня на фламарте друзья чтобы показать ютубу что вам нравятся эти ролики обязательно нажмите на лайк и напишите какие-то комментарии к сожалению это необходимо для того чтобы youtube понял продвигать наш канал или нет но значит вопрос стоит так чтобы будет наш канал развиваться или нет дальше фламарк в этот раз был очень-очень большой и было очень много людей и вы знаете я думала что я вот ну куплю там очень много всего и вначале я так и сделала потому что откладывал целую коробку именно вот у этого молодого человека в ящиках я нашла кое-что но купила только три большие лампы для магазина естественно потом я его их забирала коробку и несла машин ну что еще надеюсь вам будет сейчас видно неплохо и не могу сказать чтобы здесь какой-то был у нас здесь ног шибательный антиквариат но все равно конечно кое-что я нашла и прикупила не везде разрешали снимать я уже говорила что с этим у нас сложности и где я понимала что продавец не очень тоже любит я даже не спрашиваю не пыталась в эти коробки было все дешево от одного евро до пяти вот эти духи я не взяла потому что запаха но вот был близок в красной москве но это не мой вкус и даже для коллекции которую меня есть естественно я не пользуюсь винтажными духами потому что это все коллекционные же вещи у меня очень много парфюма мои любимые как-то меня спрашивали это versace и dior вот эти лампы это мои еще одна придача есть так продолжаем здесь были хорошие тортницы но одна женщина покупала их для праздников и конечно если она не купила потому что он говорил что он куда-то уезжает или закрывает или приезжает италию по моему что-то в этом роде он говорил что здесь стало невозможно тяжело в германии и он хочет приехать в италию купить там небольшой домик и море потому что уже у него скоро пенсии и он распродавал было бы было совсем совсем недорого каждая из этих чашек стоило 1 вену но они меня не заинтересовали купила здесь это было молочное стекло но она была дефект так как у меня нет не было ничего не осталось из молочного стекла я все равно это купила вы знаете сегодня я когда только забежала на фламарфе я увидела стояли девять восемь бокалов цветной хрусталь и они были все все разные разношерстные на одном я узрела что конечно есть этот эффект она других я заметила они были микроскопически но на шести бокалов имелись маленькие чипы только два были целые целые я спросила мы договорились по цене он продавал 5 евро за бокал я думаю он это цена просто потому что бокалы сейчас эти цены для кальций очень-очень дорогие то есть от нас это за за 15 евро и что вы думаете когда я пришла к фуму я обнаружила что только два бокала это идеально вот такой вот такая вот такое муранское стекло великолепная ваза он просил за нее 60 евро мая вот это вот опять дошла до коробок и это деловский фарфор сначала подумал что это героин бог но видите я ошиблась перекладывая из коробки в гороху не торопясь пыталась найти конечно клад и набрела на коробку зелий зале бумаги и это вы увидите конечно в моих находках в конце видео досмотрите его конечно до конца не забудьте поставить лайк я вам покажу что я нашла в этой коробке такие книги они просто необходимы для любителей нашего круга любители антиквариата винтажа то есть можно изучать во сколько стоит марки что это она под таким номером сколько можно и за что можно продать где купить цены абсолютно экземпляры я прикопила три книги и кое-что раздобылывается в бумаге но я думаю что если бы можно было не торопиться в том плане что люди проходят узкие хотя на плечах полный рюкзак и тебя все толкают и боишься как бы не упасть можно было конечно найти кое-что еще в этой коробке не не было ничего интересного насколько чтобы вот ах и все да и меня заинтересовало но ламарк мне понравился самое главное я опять нашла удивительное украшение смотрите новые абсолютно кожаные ботинки такие мужские по-моему 43 размер это я так и не поняла от чего и от чего это была просто какая-то одна крышка ну самое главное удивительное среди вот этого ну можно сказать что это мусор да то есть это вот люди выкидывают как шпельмюр у нас называется другие вот поработали пособирали и перепродали это правильно потому что конечно очень жалко когда это все пойдет мясорубку и вот среди вот этого мусора конечно можно всегда найти для себя что-то интересное потому что я смотрю люди покупали какие-то старые 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 фининги кто-то из мужчин какие-то инструменты женщина покупала новые но винтажные рубашки они были в пачках в пачках в упаковке то есть можно каждый находил что-то для себя цене вообще я люблю копаться в коробках но коробках у нас это это если на перевозе бывает один человек стоит с коробками это уже хорошо вот сегодня стояло два да понятно что это самые дешевые предметы которые можно найти на фломарке в коробках у нас очень мало такая вот была тайвань выпускает эти фигурки они без фильма Они просто ничего не стоят и для меня они совершенно не интересны. Неплохие были чашечки, очень хороший декор, но их тоже у меня очень много. Здесь я все пытаюсь найти красивые скатерти. Вы увидите эту красивую скатерть, которую я привела в самом начале. Но снимать не разрешали, поэтому вы увидите ее в моих в обзоре покупок. Это тоже антикварное стекло. Поднимаю эту тарелку. Думаю, возможно, она антикварная, но она оказалась такая тяжелая. Совершенно не стайная. Моя дружка подумала, что бёбель, но не нашла племя. Бёбель. Было сегодня очень много одежды. И обуви можно было, люди очень много, многие покупали. И я повторяю, что можно найти очень приличную, хорошую одежду. На фломарках недорого. Например, вот эта женщина покупала платье. Каждое платье стоило по 20 евро. Продолжение следует... Приходилось опускать камеру, потому что люди ловили на себе... Останавливаю на мне взгляд, пытаясь обратиться, что это приват. Лицо не нужно снимать, хотя лица... Практически вот вы не видите лица, да, у меня. Но почему-то боятся. На тех прилавках, где было более-менее интересно, то есть это были выездные антикварные магазины, снимать не разрешали. Вот эта сумка от Пикард, французская кожа. Я не взяла, потому что она была... имела потертости на коже. Стоила она 20 евро, она предлагала. Но фасончик мне очень-очень понравился. Но я купила сумасшедший саквояж. Он такой шикарный, просто мечта. Вы посмотрите это все в обзоре моих находок. Обычно уже фламарты, знаете, такие вот вещички, которые просто куплены в излишестве. Обычно это пластик. И вот что-то уже из фарфора, вот, по крайней мере, у нас в регионе, вы видите, да, что не стоит на прилавках какой-то вот прям, чтобы можно дойти, ой, действительно, прилавок полный фарфора. Вот как это было раньше, нет. Такого уже нет. И я повторяю, что даже если мы раньше получали в месяц каждую неделю видео, ожидаемые на видео, резервировали там, теперь у нас получается, ну, видео раз в две недели. И то спасибо на это. Вот такие дела. Я повторяюсь, что у нас здесь транслируют, транслируют программу в бары с фьюранцем. И вот там люди проходят, там оценивают и, ну, торгуются, делаются обзором, сидят там эти бары и покупают это. И вот люди смотрят все эту передачу, она очень интересная, он ее рейтинг зашкаливает. И, конечно же, правда, не приметает антиквар. Вот однажды одна женщина на фломарке купила за 5 евро антикварный русский ковш из серебра, который принадлежал Екатерине Второй. И у нее ее купили за 40 тысяч евро. Конечно, посмотрели эту программу, люди пытаются, хотят, и правильно делают, конечно. Пытаются найти в бары. Я пыталась ставить ссылочку на эту программу, но я знаю, что в регионах России эта ссылка не работает. так и пишут, что в вашей стране это видео вы не можете смотреть. Тсм, рыбарка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ну что я дома сейчас я готова показать в мои новинки Друзья, купила вот такие книги, каталог, это по евромонетам, у нас просто есть небольшая коллекция монет евро, и поэтому он необходим, и я думаю, что для магазина, я думаю, что она просто необходима для нашего магазина, потому что если у нас будет такой уголок для отдыха, на столике будут лежать вот такие вот книги, скажем, вот еще одна книга тоже каталог. Это по старинным антикварным игрушкам, они вот расписаны, каждая есть картинка, что это, какие карусельки, сколько они стоят. Вот такие карусельки приблизительно у нас есть, я вам как-то ее заводила, и стоят они, видите, тысячи евро, это все вещи коллекционные. Ну, в общем, это нужно сидеть, отдыхать и изучать. И еще одна книга у Хуберта, когда он был в юности, он собирал марки, но здесь потрясающие вещи. Вот есть такая книжечка, где написано, сколько эти марки, сейчас, простите, вот, под номером, и сколько они могут стоить, вот эти вот марки на конвертах. Вот это, например, вот этот конверт с этими именно марками стоит 4500 чем-то. Вот мы посмотрели, были удивлены. Ну, в общем, вот три книги, которые я приобрела. Потом не смогла пройти мимо. Там было очень много документов, но я взяла несколько. Если здесь еще фламарк, ну, конечно, будет, и там останутся, я доберу. Вещи интересные. 37-й год. Вот это, например, сертификат о том, что он такой-то, такой-то, Мюллер по фамилии, 1890 года рождения, закончил там какой-то класс. Вот два вот таких сертификата. Красивое, изумительное письмо. Вообще немцы, конечно, мастера писать письма. И до сих пор вот приходят письма. Вот именно ты должен уметь писать письмо. И шправшуре нас учили именно это делать. То есть вот это вот не утеряно. Так, сейчас я вам еще покажу. Это бумага. Наверное, когда, вот видите, это уже печатные машинки. Были 1937 год. Но самое главное, что я здесь нашла, этот мужчина, который уже вот вырос. И окончил вот в 1906 году школу. Он продавал для партии социал... Национал социалистической партии. Свастику закрою. Продавал три магазина. И вот здесь, здесь все-все-все бумаги. Вы знаете, меня удивило качество бумаги. 37-й год. Но качество бумаги, конечно, поражает. Такое, по крайней мере, я в наше время уже даже и не встречала. И Хубер прочитал и сказал, что это именно он как-то сотрудничал с ними. Вот передавал какие-то бумаги. И сейчас я вам покажу продолжение. В общем, я забрала. Забрала. Вот тоже. И вот. Давайте мы закроем. Вот это вот. Вот это вот. Видите, написано. Хайгит. Хитлер. Ну, в общем, даже не хочет произносить это имя. И вот столько вот таких папки бумаг, где какие-то расходы. Ну, в общем, посидеть, поинтересоваться этой историей. И это замечательно. Это просто даже... Это очень интересно. Так, друзья. Далее. Далее. Вот такая вот ваза. Это 30 сантиметров ваза, кайзер и коллекция Минк. Далее. Смотрите, какая роскошь. Где-то 27 сантиметров. Вот такой вот поднос. Это Херенд. Он такой достаточно большой. Ну, там клеймо я не буду поднимать сейчас всего. Да, и еще. Сейчас я обойду мой стол. Прекрасный. И покажу вам вот в этой пачке. Бумагами. В коробке я снимала видео. Вы видели. Посмотрите, какая красивая открытка. 1929 год. Смотрите. Сначала я прочитала, как Ома. Потом сейчас посмотрела, что это Анна. Представляете, букетик фиалок. Как это красиво. Какой-то Анне пишут письмо на вот такой вот красивой открытке. Изумительно, да? Правда? Как все было эстетично, красиво. Меня когда увидела Стефани, говорит, мама, все-таки это, конечно, красиво. Звучит уже как-то странно, но красиво. Писать письма, это, конечно, красиво. Посмотрите, какой роскошный антикварный подсвечник. На фоне у меня, видите, диван, где лежит Хоберт. Он у нас был на карантине. Завтра карантин заканчивается. Подушка. Ну, ничего страшного. Это такие, знаете, жилое помещение. Это наш зал. Вот такой вот сумасшедший. Просто немножко он, знаете, ближе к купоросному стеклу. Камера искажает свет. Вот такое темное купоросное стекло. Здесь он такой цвет электрик синий. Подсвечник большой, красивый броши. Невероятной красоты броши. Тоже находка. Одну брошь я уже пристроила, поэтому не могу вам ее показать. Но шикарная, маркированная. И вот такая красотка. Посмотрите, какая тоже немецкая брошь. В Телеграме я уже выставила эти свои новинки. Давайте посмотрим. Вот такие вот клипсы. Вот такой вот кулончик. Пыль, конечно, от вещей. Вот такие броши. Далее. Никогда не прохожу мимо носовых платочков. Это Швейцария. Видите? Made in Switzerland. И вот такие шикарные носовые большие мужские платочки с монограммой. Потом дальше. Такие большие женские. Все в родных коробочках. И вот такая вот красотища. Посмотрите, какой это батист. Какая красивая вышивка. Это 80-е годы. Я знаю точно, потому что такие были у нас поступления импорт. И у нас такие, конечно, были. Лежали в сумочках. Замечательные просто. Далее. Нашлось вот такая вот штучка. Молочное стекло. Друзья, оно там есть небольшой дефект. Но я все равно его купила. Потому что, видите, какая там грязь. Это все лежало в коробках. Видите? Вот такая вот трещинка. Она незначительная и не влечет за собой никакую трещину, уходящую там глубоко. Нет. Но такой все-таки дефект присутствует. Так, далее. Посмотрите на эту красотку. Это 20-30-е годы. Это Худчин Ройтер. У меня когда-то была Мариночка. Вы купили у меня такую вот кофейную. Она ставила в моей личной коллекции. Мариночка из Италии. Она купила у меня кофейную чашечку мокко. И вот я увидела вот эту вот супницу. Вас! Вы слышите? Хумерт у нас поливает и поет. Так, далее. Прекрасная, прекрасная супница. Сейчас сложно мне перевернуть ее. И смотрите, купила я бокалы. Из всех бокалов, которые я купила, только два оказались без дефекта. Я тут прям все просматриваю без дефекта. А вот эти шикарные бокалы. Вот этот нахман. Посмотрите, немецкий бокал с сертификатом тяжеленный. Но имеет вот такой вот дефект. Естественно, на каждом из этих бокальчиков имеется какой-то маленький-маленький чип. Ну и естественно, они будут продаваться за копейки. А вот эти вот два остались. Потихоньку, вот если по одному, по два, и будут собираться у меня уже сеты по шесть штук. Далее. Вот такая вот скатерка 80 на 80. Это такой, знаете, лен. Такая плотная ткань. Может она крахмалена, может быть, этой хлопкой. Но мне кажется, такая вот немножко колючесть присущая льну. Ручная вышивка и вышивка-мережка. И вот по всем уголочкам тоже скатерть прошита прекрасными весенними фиалками. Под стать наши открытки для Анны. Красивая скатерть. Вот думала, здесь будет лучше, конечно. Она помятая, вот как я ее нашла на фламаркте. Без всяких... Знаете, она практически новая. Сейчас я уберу в другое место ее. Вот. Ну, к сожалению, такие, конечно, вещи уже в хорошем состоянии. Их тоже становится мало. Но я повторяю, у нас городок небольшой. И поэтому ближайшие фламарты, они вроде большие. Но такого прям вот фарфора. И я звонила даже девочкам. Говорю, девочки, что-то давно уже не было у нас видео ожидаемых новинок. Которые я выставляю. Я не сказала, ты знаешь, Полин, но прям очень тяжело сейчас с фарфором, чтобы найти что-то такое прям вот то, что всегда выбираю я. И поэтому не знаю, в этой неделе будет ли у нас поставка новых видео. Так, далее. Далее, друзья, посмотрите, какую роскошь я нашла. Я купила для себя вот такой вот итальянский дорожный саквояж. В шикарном состоянии. Немного, конечно, меня хорюбит то, что это натуральная кожа. Но я постараюсь себя пересилить. Есть такая у меня нехорошая ассоциация, то, что это натуральная кожа. Вот. Ну, конечно, он обалденный просто. Просто обалденный саквояж. Дорожный. Как раз небольшой. Такую незначительную, недлительную поездку. Да, там на 2-3 дня куда-то модно, стильно, красиво. И последнее, что я прикупила, посмотрите. Ах, нет, еще были у меня, конечно же... Сейчас я вам покажу. Вот такая деревянная. Ну, понятно, дерево здесь какое-то тоже. Это у нас экспорт Китай. И у меня появился такой уже друг на Фламарте. Наш соотечественник. Он из России, но уже давно живет в Германии. Он из Чечни. И вот он продает вот такие прекрасные вещи. Он говорит, Полина говорит, смотри, конечно, нужно немножко реставрировать, заклеить. Но вот это все, все инкрустация, это все перломотор. Великолепная работа. Можно смотреть прям и рассказ читать. Это, наверное, все-таки до каких-то салфеток. Потому что вот это дно, вы, отделяется, туда можно стать салфетницей. Вот такая вот. И, да, последнее, чтобы не забыть, я прикупила. И у меня есть знакомые коллекционеры из Москвы. У нее огромная коллекция вот таких рождественских колокольчиков, шаров. Она может смело открывать даже частный музей. Или сдавать музею на аренду. Потому что она, конечно, молочина. Огромная коллекция. Это большой труд от Гёбель. Посмотрите, какие колокольчики. Это, конечно, в Германии. Это очень дорогая мануфактура, которая выпускает и тарелочки, и фарфоровые керамические фигурки. Даже куклы были у них. Это очень дорогая мануфактура. Почему-то вот в России она не ценится. Хотя я знаю, что в Гуми есть специальный отдел. Именно вот это. Ну, был, по крайней мере, да. И действительно, там цены, конечно, зашкаливали. Так, выпуск, я понимаю, получился галупом по Европам. Подниму. Галупом по Европам. Но все равно. Хотелось прямо вот показать и побежать, помогать Хуберту поливать наши цветочки. Друзья, всем мира и добра. Берегите себя, помогайте друг другу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok